всем привет дорогие друзья меня зовут елена я очень рада приветствовать вас на своем канале спасибо что вы нашли время и заглянули ко мне в гости мне правда очень приятно тема нашего сегодня с вами разговора топ-8 ароматов афродазиак по версии rendezvous точка ру прежде чем мы начнем я бы хотела напомнить вам что сейчас на сайте rendezvous точка ру проходит большая распродажа я оставлю для вас целых три промо кода которыми вы можете воспользоваться минус 10 процентов на арома боксы сейчас скидка 30 процентов поэтому кто давно планировала или хотел приобрести арома бокс но его смущала цена сейчас самое время заглянуть на сайт и порадовать себя ну а мы с вами приступаем к разговору о ароматов афродизиак как я уже сказала это будет топ-8 ароматов и вы знаете я бы хотела начать с вопроса вот скажите мне пожалуйста вы верите в то что ароматы парфюмерия могут каким-то образом влиять или притягивать внимание противоположного пола верите скажите мне вы знаете у меня нет однозначно вот лично у меня нет однозначного ответа на этот вопрос почему потому что я действительно считаю что ароматы оказывают какое-то какое-то влияние они действительно играют важную роль в нашей жизни особенно для тех людей кто чувствителен к запахам я вот лично могу сказать про себя что я действительно всегда обращаю внимание как пахнет от человека или как пахнет в помещении зачастую на меня это производит впечатление как хорошая так и может быть противоположное а вы обязательно напишите мне в комментариях давайте обсудим считаете ли вы что парфюмы могут каким-то образом повлиять на наше восприятие я думаю что все-таки могут но опять-таки нет каких-то таких чудесных моментов да когда вам в принципе не нравится человек или вам что-то неприятно и он вдруг наносит на себя аромат и тут о чудо и вы меняете свое отношение к ситуации или к человеку ну то есть я думаю что вы поняли да о чем я говорю но тем не менее 8 ароматов афродизиак они все очень разные они все очень яркие и вы знаете я могу поверить в то что эти ароматы неоднозначно влияют на людей как нравится и не так и нет первый аромат которого мы с вами начнем это аромат от бренда байреда джипси вот я думаю что многие знакомы с этим парфюмом он довольно таки популярный он нравится людям и окружающим он тоже нравится я давно хочу этот парфюм единственное что меня останавливает это его стойкость и цена стойкость у него невысокая а цена как раз таки мне кажется очень даже не бюджетная поэтому я не покупаю этот парфюм но повторюсь мне очень нравится мне нравится его сочетание нот на старте я слышу растертые иголочки можжевельника это так красиво звучит цитрус свежий знаете такой колючий складывается впечатление такой прохлады это как будто бы такой всплеск но буквально через несколько минут аромат начинает теплеть и запудриваться и на мне это довольно таки спокойный аромат я бы так даже сказала он такой интровертный мне очень нравится этот парфюм у меня был небольшой от ливан я сносила его буквально там за несколько недель потому что мне комфортно в нем не комфортно я знаю что он не шлифит я знаю что нет какой-то супер стойкости но вот этот вот мягкий ирис эти приятные деревяшки такое знаете впечатление очень теплая очень обволакивающая но как будто бы таинственно исчезающие знаете как будто бы вот я мне хочется на дышаться но я не могу это очень чистый это очень нежный расслабляющий парфюм и в базе он становится слегка сладковатым он пахнет такими сухими деревяшками слайден такими сладковатыми сухими деревяшками очень приятный парфюм но повторюсь он настолько нежные что я его практически не слышу следующий аромат о котором мы с вами поговорим это аромат эсцентрик молекула номер один пачули новинка 21 года которая тоже думаю многим известная полюбившаяся помните было три аромата пачули ирис и мандарин напишите какой из молекул какая из молекул вам понравилось больше всего я знаю что очень много поклонников у аромата мандарин ну вот честно вам скажу на меня как-то все эти три аромата не произвели впечатление я поносила аромат пачули и что я могу сказать это действительно пачули дерево и пачули еще раз дерево и пачули много пачули и конечно же и сои супер знаете что мне захотелось мне захотелось услышать этот аромат на мужской коже у меня у меня почему-то этот аромат ассоциируется больше с мужским направлением красивые пачули они здесь звучат знаете немножко по-разному в начале когда я нанесла мне показалось ой но это сырые землистые пачули такие холодные знаете как будто бы повеяло таким холодком из подвала но через какое-то время они начинают немножко заслащиваться то ли за счет деревяшек хотя они не заявлены в пирамиде ну в общем появляется какая-то такая теплая нота и уже даже кажется что немножко начинает пахнуть то есть пачули начинают становиться шоколадными но не совсем для меня здесь все равно присутствует вот немножко такой знаете оттенок как будто бы пахнет грибами вот я знаю как пахнут пачули и у меня есть мои любимые пачули я вам сейчас покажу это аромат от булгари сплендида пачули тентейшн вот эти пачули мне очень нравятся так сколько раз я сказал слово пачули вот это пудровые пачули косметические они очень приятные вот этот аромат не знаю вот из всех ароматов с ноты пачули мне нравится больше всего а этот аромат мне больше напомнил пачули от лолик вот аромат жемчужины от лолик вот здесь похожие пачули они немножко такие знаете но они здесь вообще камфорные здесь как будто бы медицинские но все равно в базе ароматы чем-то схожи хотя здесь больше дерева я бы не сказала что они как-то прям стопроцентно похоже но вот именно ноты пачули мне кажется что ближе вот к этому аромат вот конечно этот парфюм нужно слушать на коже и на коже он я говорю начинает играть переливается и для меня здесь как будто бы они меняются ролями сначала это холодный аромат потом он вдруг заслачивается становится теплым в принципе аромат неплохой оставляет о себе хорошее впечатление а вот следующий аромат о котором пойдет речь он на меня действительно произвел впечатление это такой роскошный белый флакон аромат от бренда и ниша я обязательно подпишу название для того чтобы не коверкать произношение это новинка 21 года я не была знакома с этим парфюмом и мне он очень понравился знаете с одной стороны это очень нежный аромат то есть у него подача такая для меня она даже слегка молочная то есть сливочная но и в то же время я поняла поносив этот парфюм что он очень стойкий более того он очень шлейфовый и мне он очень понравился я нанесу его на себя что я слышу в этом аромате как я уже сказала на меня он производит впечатление такого очень нежного молочного муссового то ли крема то ли какой-то знаете какой-то зефирки когда заглянула на фрагрантику я увидела что здесь нет никакого даже намека на что-то сливочное здесь аромат стартует мускусом белым мускусом но вы знаете я прям четко слышу молочность кремовость и как будто бы через нее пробивается такой кисленький запах кисленького лимона аромат очень нежный он очень воздушный он слегка сладковатый он как будто бы такое пушистое перышко вот действительно я не знаю может быть конечно впечатление еще от того что я видела флакон да и я у меня есть такие некие ассоциации но мне почему-то кажется что здесь очень все гармонично и флакон и подача я удивилась кстати когда увидела что заявлено нота черной смородины я вообще и не слышу для меня здесь нет черной смородины белые цветы да скорее всего это белое молочное гордение кстати которое может давать вот такой оттенок молочности сандал который тоже может придавать вот такую некую карамельно-молочную нотку да и вот я как раз таки здесь это ощущаю я не слышу здесь охапку белых цветов для меня здесь слегка цветочный оттенок и много много взбитых сливок и просто это какой-то знаете очень мягкий очень такой приятный абсолютно вот настолько мне понравился этот аромат да я говорю этому парфюму да и я вполне могу поверить что он может произвести впечатление такого знаете притягательного эффекта ну что ж от приятного мы сразу переходим к не очень приятному аромат от mantal roses mask вы знаете мое отношение к марке я в принципе много уже переслушала много ароматов протестировала у меня есть даже любимчики то есть у меня нет какого-то привзятого мнения к бренду mantal но аромат roses mask это мое парфюмерное нет сколько бы я не слушал этот аромат я знаю что он любим многими вы знаете мне это сказать что меня это удивляет меня это поражает потому что про него пишут такие вещи про него пишут что это безумно красивый цветочный нежный пудровый аромат ребята я не то что тут цветов не слышу розы не слышу я для меня это просто какая-то сплошная кислая причем совершенно невыносимая нота которые вот просто вот отталкивает меня я не знаю я единственная я думаю что мы действительно все с вами разные у нас ну разное восприятие причем у меня нет ассоциации каких-то с ним мне просто перебивает и забивает все мои рецепторы вот тот самый мускус который я слышу во многих ароматах от mantal но не везде он не мешает а здесь он не мешает я помню свое первое знакомство с этим ароматом я тогда еще не тестировал аромат от mantal и мало что о них слышала но первое мое знакомство я его купила по отзывам потому что он действительно очень популярный его вы почитаете на фрагрантики да и не только на фрагрантики сколько хвалебных отзывов меня это просто поражает так вот я приобрела его его приобрела потому что начиталась всего этого положительного понимаете когда я его получила я была просто в шоке потому что я вообще не поняла чем этот аромат пахнет кроме кроме как чем-то с кишем вы знаете мне бы не хотелось сейчас вдаваться в какие-то подробности я в принципе очень редко когда плохо отзываюсь об ароматах и я знаю что мне будут смотреть зрители которому вполне возможно нравится и может быть даже это любимый аромат потому что него очень много поклонников поэтому не буду не буду я говорить я думаю что вы все поняли да этот аромат мне не нравится здесь роза здесь мускус здесь цветы но к сожалению тот самый вот вот этот самый вернее мускус он не дает мне прочувствовать всей красоты как мне хочется думать и представлять и красоты этого аромата что на бумаге что на коже она кожа особенно это так интересно на кожу он настолько на мне кислит что друзья мои я вот даже вам передать не могу причем это не только мое восприятие я вот себя даю послушать другим и многие даже не узнают этот аромат может быть просто знаете мы не подходим друг другу но не сошлись характерами понимаете не сошлись характерами манталь розы маск переходим к следующему аромату это аромат от тициана терензи андромеда я давно хотела познакомиться с этим ароматом с кирки я была знакома честно скажу бренд тоже не мой то есть сколько бы я ароматов не слушала какой-то такой любви у меня не случилось но тем не менее мне было интересно я этот аромат даже поносила потому что его действительно нужно носить на коже аромат 2015 года аромат очень яркий я думаю те кто с ним знаком я знаете тоже замечала что есть вот люди которые прямо не любят этот бренд и не любят ароматы то есть вот видимо тоже какой-то мускус вычленяет а есть у кого прям страсть к этому парфюму к этим парфюмом вот в частности кирки или кандромеда если сравнивать кирки и андромеда то для меня кирки более фруктовый фруктово-мускусный андромеда поспокойней он более такой цитрусовый даже зеленцой на старте я слышу здесь немножко зелени но фруктовости в этом аромате тоже чувствую особенно на старте мне даже в какой-то момент показалось что помимо того что мне напоминает кирки он очень похож на аромат от ксержов эрбапура саспира но потом нет ближе к сердцу аромат начинает раскрываться и знаете становится даже такой немножко мыльно-порошковый я думаю что за счет ноты гелиотропа и вот лилии он становится такой мыльный как будто бы ну даже не мыльная вот наверное больше правильнее на рассказать порошковый а в базе он нам не закремивается заслачивается то есть база него такая очень кремовая поэтому он поспокойней нежели кирки я в нем не слышу такой яркий мускус то есть практически немножко на старте а потом на мне во всяком случае этот аромат успокаивается мы переходим с вами к следующему аромату это аромат от tom ford не роли портофина вы знаете в какой-то момент мне показалось что ошиблись коробочка аромат поместили не в ту коробочку потому что этот аромат для меня абсолютно не имеет чего-то такого притягательного но опять-таки это может быть лично для меня то есть допустим если аромат от и нитью я понимаю что там что-то есть такое манящее что такое таинственно или в аромате допустим от бары это для меня тоже есть какие-то такие нотки Я даже могу допустить, что в аромате Тициана Терензи тоже есть что-то такое, что вас может привлечь. То, допустим, в аромате Том Форд Нироли Портофина на старте я слышу, во-первых, очень холодный старт с нотами лаванды. То есть для меня это такой лавандовый цитрус, который очень быстро превращается в аромат чистоты и свежести. Вот я его, кстати, бы поместила в коробочку аромат чистоты и свежести. Здесь очень много белых цветов, а в частности апельсинового цвета. Очень хорошо слышен этот цветок Нироли, да? И аромат очень такой, знаете, свежий, бодрящий, я бы даже сказала. То есть он такой даже где-то травянистый может быть. И очень хорошо, особенно в базе я слышу лаванду, хотя лаванда здесь заявлена, по-моему, на старте. Аромат очень натурально звучит, но на мне он недолго держится. Он быстро становится каким-то, знаете, просто таким фоновым. Как будто бы я надела только что постиранную вещь и вот этот запах порошка. Наверное, я к нему так придираюсь, потому что я знаю, сколько стоит этот аромат. И для этой стоимости он мне кажется совсем каким-то простым. То есть без какой-либо зацепки. Но в категории ароматов чистоты и свежести я думаю, что он бы занял достойное место. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это, наверное, самое неоднозначное, самое такое яркое впечатление из всей этой подборки. Да и в принципе. Если вы когда-либо знакомились с этим ароматом, вы уже никогда его не забудете. И вы уже никогда его ни с чем другим не спутаете. Это аромат Narcosis Virtus. Я думаю, что люди, увлеченные парфюмерией, вы точно слышали про этот аромат. Я впервые с ним познакомилась на слепых затестах. И я не знала, ничего не знала про этот аромат, про этот парфюм. Вы знаете, мне даже не очень хочется его наносить на блотер, потому что потом будет пахнуть им все. Он забивает рецепторы, он забивает вообще восприятие. Наверное, я не буду его наносить. Хотя, ладно, давайте немножко пшикну. Narcosis Virtus. Аромат 2017 года. Я верю в то, что этот аромат может как отталкивать, так и притягивать. Вот почему-то мне кажется, что это тоже такой очень неоднозначный парфюм. Если вы не знакомы с этим ароматом, и вы его первый раз послушаете и не знаете, что заявлено на фрагрантике, вот мне просто интересно, чем для вас может пахнуть этот аромат. Для меня он пахнет зеленым горошком. Я слышу, я очень четко и хорошо слышу ноту зеленого стручка, который вы разламываете. Такой сочненький, знаете, стручок, зелененький, свеженький горошек, молоденький внутри. И вот этот запах, это вот он. Вот он. Потом, когда я его первый раз послушала, я была уверена, что здесь есть какая-то нота зеленого горошка. Вот сто процентов была уверена. Но потом, когда аромат начинает раскрываться, начинает слышаться фруктовость. И я очень хорошо слышу в нем ноту манго. И в какой-то момент, я помню, я подумала, что это аромат от манталь, по-моему, манго скин называется аромат. Потому что эта нота манго становится такой навязчивой, такой сладкой, как будто бы, вы знаете, это сочный манго. И сироп растекается, вот стекает вот этот сок манго по рукам. И сочетание двух этих нот, горошка и манго, для меня это просто какой-то невыносимый ужас. То есть этот аромат преследует, вот я его сейчас послушала, и он будет преследовать меня весь оставшийся день. Если вы оставите бумажку, и где-то ее просто, вот она будет у вас лежать, то вся комната, все помещение пропахнет этим ароматом. Я не представляю на человека, я не представляю человека, который носит этот аромат. Он очень яркий и очень неоднозначный, потому что, на мой взгляд, здесь есть вот сочетание вот этих вот сладко-несладких, каких-то горьковатых нот. Вот, и, наверное, вот кто как воспринимает. Вот очень все будет зависеть от восприятия. Что же на самом деле заявлено в этом аромате? Здесь очень интересный старт. Внимание, на старте здесь заявлен ревень, кофе, кардамон и мандарин. Ревень, кофе, кардамон, наверное, кардамон. Я уже потом, знаете, когда, ну, стала ближе знакомиться с ароматом, я подумала, наверное, сочетание вот этого ревня, кардамона, вот мне вот как мерещится, вот это как зеленый горошек. Но когда я читаю в отзывах, что он людям пахнет кофе, ребята, я не понимаю, где здесь кофе. Я очень хорошо, я люблю ноту кофе, но для меня здесь абсолютно нет никакого кофе. Конечно, когда я уже увидела, что здесь кардамон, я ассоциирую этот аромат с кардамоном. Кардамон выбивается, он прям, вот знаете, он кричащий такой. Но манго, они как бы с манго на пару. То есть манго тоже постоянно пытается выиграть в этом баттле. Здесь как раз-таки в сердце аромата тот самый манго, я думаю, сочный, спелый, имбирь и амбра. То есть опять имбирь, это не сладкая нота, да, это что-то тоже такое очень терпковатое. Ну и база здесь тоже очень интересная. Здесь мускус, ветивер и персик. Внимание, в базе персик. Это тоже, знаете, какое-то для меня просто открытие. В общем, аромат интересный, он, конечно, интересный, он запоминающийся. Теперь-то я точно знаю, как пахнет наркосис вертус. Я его ни с чем не перепутаю. Но носить этот аромат я не знаю. Если только вот так, знаете, где-то на расстоянии. Может быть, действительно на чьей-то коже, может быть, это производит какой-то эффект. Кстати, у меня дочка тоже тестировала все эти ароматы. И она вот именно про наркосис вертус сказала, что, мама, в нем есть что-то такое притягательное. Он как будто бы пахнет каким-то человеческим чем-то. Вот. Ну я не знаю, ребята. Следующий аромат и последний из сегодняшней подборки, это аромат от Ксержов Дольче Амальфи. Я хотела этот себе парфюм. Я когда покупала идеальный букет, я выбирала между Дольче Амальфи и идеальным букетом. Мне нравится этот аромат. Аромат, знаете, очень теплый, очень нежный. Вот как раз-таки про этот аромат я могу понять, почему он оказался в этой подборке. Он очень переливчатый. Этот аромат очень чувственный, на мой взгляд. Он очень теплый. Он стартует цитрусовыми нотами, хотя в нем не заявлены цитрусы. Здесь на старте айва, здесь есть яблоко. Но для меня это такие холодные цитрусы. Яркие, я бы даже, шипучие цитрусы. Наверное, вот этот фрукт айва создает такое впечатление. И далее аромат начинает неожиданно раскрываться. Здесь тоже, кстати, есть ноты шафрана, кардамона. То есть это довольно-таки пряный, это довольно-таки теплый аромат. Здесь есть и бальзамичные ноты, и гвоздика, и амбра, и бобы тонко. Вот в сочетании, вы знаете, этот аромат, он очень целостно, во-первых, звучит. Он не громкий. То есть, как, в принципе, и многие ароматы от Ксержов. У меня есть и Лира, у меня есть и Идеальный Букет. И я уже примерно успела понять настроение этих ароматов. Я со многими тоже знакомилась. И мне очень нравится еще Дама Бьянка. Тоже аромат у меня на примете, находится в моем виш-листе. Так вот, Dolce Amalfi для меня это абсолютно такой очень теплый, приятный и согревающий парфюм. И он, знаете, очень неоднозначный. Я в нем, кстати, слышу бумажную ноту, и мне это тоже безумно нравится. Такой вот бумажный аккорд. Бумажный, немножко бальзама. Здесь есть медовость, очень яркая медовость, такой тягучий. Даже, знаете, больше не медовость, а как будто бы как воск такой с медом. Или мед в сотах. Вот в какой-то момент здесь присутствует вот эта нота. Очень интересный аромат. В нем есть немного лекарственности, но она такая притягательная. Вот он действительно, он прям очень классный. Из всей подборки, мне, кстати, я своим близким тоже давала послушать ароматы. Вы знаете, я всегда так делаю. И дочка у меня сразу же выделила к Серджов Dolce Amalfi. Она мне сказала, можно я у тебя его заберу и буду им пользоваться. Поэтому не только мне он нравится. Напишите, какие из этих ароматов есть в вашем парфгардеробе. Какие вы считаете достойны находиться в коробочке под названием Афродизиак. Я думаю, что те, кто собирали данную подборку, они больше основывались на мнениях, может быть, покупателей, пользователей. Я знаю, что многие из этих ароматов любимы. И не просто любимы, а если почитать отзывы, их страстно обожают. Поэтому могу допустить, что и Монталь Розес Маск нравится людям. И Вертус Наркотис Вертус тоже притягательный. И Тициана Терензи. В общем, давайте обсудим в комментариях. Я буду ждать с вами встречи. На сегодня это у меня все. Буду с вами прощаться. Как всегда, если вам понравилось видео, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего только самого доброго. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.